С миром, Александр? Вот у меня вопрос такой. Если, допустим, в храме одна женщина, 16 она абортов сделала, она дала имена всем этим детям, и на панихиду, то есть записки пишет их, отдает священнику. Как это отражается на священнике? Это что такое? Ну, он не знает, допустим, но он молится за абортированных детей. Никогда этого не было нигде. Понятно, что выдумка. Никто им имена не давал, крещения не было. Нет, я это понимаю, что это не так. Я просто думаю, насколько это для него чревато, вот это все, что там происходит. Это не знаю. Я знаю только, что он должен узнать про это и запретить. То сделать как-то надо так, как-то сказать, чтобы... Ну, он принял это. Это делать нельзя. Тут всякие... Да, говорит эти святые. Вот дело в том, что когда об этих абортированных начинают где-то, то они там придумывают там такое, даже трудно поверить, что это люди придумали. И нашелся такой священник, у Каладесцы был, и он их как раз отпевал. Даже архиерей ничего не мог с ним сделать. Особую цену брали запоминание. Это не просто так, а он договорил. И люди унесли деньги. Деньги. Здесь обязательно скрывается мамона. Это он на рога подцепляет. Сказать надо, чтобы священник знал. Если не знает, сказать, не подсушится, напишите архиерею обязательно. Назовите женщину все, что знаете. Никого не бойтесь. Да я не боюсь никого. Ну, я так и знаю, что и сделать, и как вам Господь положил на сердце. Вы будете как пророк Михей будете. Что скажет Бог, то изреку и я. Отец, он меня тут уже объявил, тут у меня уже прельщенные. Я говорю, слышишь, я буду в этом прельщении находиться всю жизнь. Вот до того глупые люди. И у меня нет озлобления на них. Я говорю, Господи, разуми их. Я не буду им даже и желать плохого. Ну, нельзя. Только, Александр, молись, и больше ничего не надо. Это наша жизнь. Господь сказал, радуйтесь и веселитесь, когда будут гнать вас и всячески злословить за меня, за него. То есть вы бы таким не были, не мешали, если бы не уверовали во Христа. Это за Христа вы страдаете. И за это благодари Бога. А то они вам венец золотой плетут на том свете. Прости, Христос, Отец. Аллилуйя. Да укрепит тебя, Господь. За ваши молитвы у меня укрепляют. Спасибо, Христос. Может, помолимся сейчас давайте с вами? Давайте, давайте. Кто подсоединится? Боже, будь милостив ко мне грешному. Сознав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславесный грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Услыши вопль человека, который видит это безобразие в храмах. Соделай, как тебе угодно, Господи. И пробуди священство, которое не с народом, а не отдельно, совершенно отделили себя. Дай им страх твой, святой. Потому что им очень большой спрос будет, как с начальствующих. Устрой это дело по воле Твоей, святой, чтобы это безобразие прекратилось. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Кто согласен, говорите аминь. Игнат, еще не вам. Все, с Богом. Отхожу тогда, раз никого больше нет. Александр, еще. Вчера, Господь, я нашел людей, которые, они были там, ну, в деревне, у него инсульт. Можно вам позвонить, допустим, сегодня? Они позвонят. Ну, там люди такие добрые, вообще хорошие. Их моченые, они не крещеные, так моченые. Но вот так они, ой, как Господь привел вас хорошо. Я целый день с ними вчера просидел. Можно позвонить сегодня они? Можно, только заранее напиши, как их звать и вели имена. Потому что много, которые говорят обманывать, вчера только двоих заблокировали. Во время молитвы начинают, специально представляют аппарат такой, как дьявол, просто дьявол, сатана. Так что мне дать знак, чтобы я их принял. Алексей его зовут, он после инсульта. И жена вот сейчас на операцию собирается, Людмила. Вот пускай они зайдут и на вас сошлются. Вот когда они сначала мне напишут, тогда я увижу, кто их, тогда я их приму. Все, спасти Христос. Аллилуйя. С Богом, давай, я готов принять. От четырех ночи до четырех дней по Москве. Все хорошо. Ну, завтра суббота будет, так что тут сменится. Надо сегодня. Хорошо, я сейчас позвоню. Аллилуйя. Сейчас. ечки. Окей. Спасибо.